всем привет с вами маша смолот и сегодня я покажу как я сама своим собственными руками сделала ручку для топорика топорик прекрасная лежит в руке это как раз то что чего мне не хватало мне я для геометрической резьбы именно упора в кисть потому что сил у меня в руках особо нет а резать хочется ну а теперь покажу как я это делала всем приятного просмотра в чем беда этого топорика во первых он не до конца заточен то есть мы видим здесь куча рисок видим что здесь с этой стороны выгрызена и с этой стороны тоже то есть пила я не являюсь слесарем я знать не знаю как это все перетачивать и я очень надеюсь что посмотрев это видео найдутся те кто мне поможет в плане того что подскажут что я делала не так если вдруг у меня не получится это все заточить резец мне очень нужен и будет очень обидно если я запарю это все дело я попытаюсь конечно же не сжечь металл я очень надеюсь что при закалке он уже не был сожжен потому что неудачная у меня покупка в размере 40 стамесок и печали моей нет конца но как говорится скупой платит дважды я попробую сейчас на грубом камне где-то еще мне такой вопрос кто-то говорит что нужно делать одностороннюю заточку то место прошу от она слева делается если лишь от справа чтобы потому что если делать как у ножей обычно сторонняя за . поэтому резец врезается дерево застревает там смотрится что он острый такой и а если сделать спуск с одной стороны то вроде как стружка идет страны с режущей и кабинет никаких проблем ну как видно здесь да здесь было с двух сторон и как делать правильно я не понимаю ну что пытаемся что-нибудь сделать здесь сначала торцуем что я могу сказать ну вроде как заточила. Я не знаю, до какого состояния, то есть, как я, если я правильно поняла, то не должно быть засвета. Но я ещё мало заточила, но я попробую сейчас это всё добить наждачками, потому что я боюсь, что я переточу. Камыши берем за основу и начинаем. 360, 600, 800, 1200 и 2000, а потом ещё сверху пасту Гоя. Может, я не права, может быть, 2000 это лучше, чем пасту Гоя. Пасту Гоя у меня четвёрка, непонятно, что лучше, на пасте Гоя или на 2000. Вставляем угол, конечно же, я кладу на режущую кромку, а не вот так точу, а не вот так. Заусенцев ещё нет. Если я правильно понимаю, то с обратной стороны должен появиться заусенец, соответственно, потом переворачиваем и снимаем заусенец, потом меняем наждачку. Почему-то в серединке они стачиваются. То ли там Кайлау, может, камень на меня, но прямой. Короче, то ли лыжи плохо едут, то ли я. Значит, сейчас ещё раз прошлась на мокром круге и вроде как удалось канаву эту сравнять. Не знаю, что. Дубль два. Вот так. 800 а за улсенца все нет так что есть так что есть Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Так, ну что, ручка взаточила, наверное я сделаю ручку, потом уже буду доводить еще, потому что не очень удобно. Теперь как режет. Ну, либо как по массу. Ну, можете мне поздравить, вроде как, более-менее удачная заточка. Теперь будем делать ручку. Напоминаю, что дерево у меня алкогольное. Сейчас мы выберем. Сюда возьмем кусочек. Конечно же, у меня нет никаких пил. У меня есть ручной лобзик и еще дремелевский лобзик настольный. Вот им, пожалуй, я и попробую. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Так, теперь надо как-то умудриться не испортить. Так, ну вот, что у меня получилось. Я поняла, что по самой горлышке не нужно утапливать. И дабы не утоньшать стенки и не повышать риск того, что это все развалится, я просто сточила на камне ребрышки. Вот, и тем самым теперь все сошлось. Вот так это будет выглядеть. Сейчас я разведу эпоксидный клей. Хотя сначала я лучше длинным маслом самым обычно. Так, все, развожу клей. Так, ну что, клей застыл. Проявилась после масла текстура. Ну и теперь мы добрались до самого интересного. Надо проверить, как же он режет. И режет ли он вообще и удобно ли. Возьмем липовую деревяшку. Я не являюсь профессиональным резчиком, так что, пожалуйста, не надо судить качество резьбы. Ролик не об этом. Уж точно не надо воспринимать это как учебный. Мы просто проверяем, как я заточила резец. И как работает ручка, которую я сделала для него. Сейчас, что заст? Да. Президент. Уж точно не надо. Уж точно не надо. Президент. Уж точно не надо. Уж, в воду, но ручка в воду. А-а, я думаю, что у меня開始. Уж. 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 Мы это не сможем. Не судите строго, это первая и, наверное, последняя ручка, но я считаю, что с поставленной задачей я справилась. Резет заточила, ручку сделала, приклеила, инструмент работает. Как я говорила ранее, что мне очень не повезло с заказом. Как-то так получилось, что я заказала 40 станесок и пришли они в ужасном состоянии, хотя должны были быть заточены до рабочего. На сайте была сноска о том, что не делается ювелирный, если кому-то там что-то нужно супер-пупер прямое, то это не к нему, но инструмент должен быть рабочим, тем не менее, и проверяться передрезкой. Я уже делала заказ на 10 ножей и как бы из 10 был один брак, там перекалка была, потому что крошится кромка, даже переточки, то тут практически все были присунули в таком состоянии. Но вы понимаете же, что это такой инструмент даже при любом раскладе не может резать. Ну то есть все. Выгрозен, блин, кусок и как бы видно невооруженным глазом. Все убраки, к сожалению, вот в таком плачевном состоянии. Здесь вот явно скос режущей кромки. И самое интересное, что я без понятия, как их точить, я не хочу этим заниматься. Я хочу получить нормальный, блин, инструмент. Да, он там недорогой и... Но, блин, как вот, как можно было прислать такую... В общем, это прям какое-то расстройство. И все они практически такие. У меня вопрос в следующем состоит. Понятно, что я повезу какие-то... Отберу самые нужные мне или там частями буду как-то делать, повезу на переточку. Но у меня... Сама я не смогу. Я без понятия. У меня нет ни приспособлений никаких для этого. На простом точили. И я не уверена, что я смогу уголки или полукруглые заточить. Клюкарзы тоже. Но у меня вопрос такой. Если вот в таком состоянии режущая кромка находится, есть ли мне смысл вообще везти их, потому что выгрызены вот эти кусочки? Говорит ли это о том, что металл пережжен? Ну, то есть, имеет ли мне смысл вообще ехать куда-то и сдавать их, перетачивать? А так на минуточку одну стамеску переточить, там, на таганке есть хорошая мастерская, она стоит 200 рублей. То есть, если мне везти 40, это 8000 рублей. И я не уверена, что я хочу, там, даже если половина там окажется, что они перекалены, что просто не смогут мне заточить, а деньги, ну, по-любому возьму. Или там переточат, а я начну резать, и она у меня там через пару движений опять что-то выкусится, и что мне дальше делать с этим? Ну вот, вопрос в том, что, как узнать, стоит ли вообще везти на переточку? Это всё богатство. Напишите, пожалуйста, в комментариях, кто знает, кто может... Говорить, кто это делал, я не буду антирекламой, тоже не буду заниматься, я даже отвечать ему не стала, после того, как распаковала, потому что я была настолько в шоке, что у меня, кроме плохих слов, ничего не было. Но так как надо во всём искать положительные стороны, я сделала вывод, что это лишний повод научиться чему-то новому. Вот, например, знаю, где мастерская, переточка, и вот прекрасное получилось видео. Вот, я не сомневаюсь, что этот человек делает хороший инструмент, но мне вот не повезло, наверное. Много заказов, не успел, там ещё что-то, что-то отвлекало постоянно, может вообще не он делал. Стали хорошая, R6 M5 быстрорез, но заточка, полировка оставляет жевать лучше. Ручкой я довольна, в руке сидит отлично. Здесь я немножко подточила, чтобы пальцем не наминала. И буду резать, резать, резать. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. И до новых встреч. Пока.